Люди, которые своими руками строят ту самую безопасность, о которой многие только говорят и мечтают. И прошу приветствовать нашего следующего спикера, Артем Саидов, руководитель кибербезопасности, надеюсь правильно произнесу, Хейотбанк. Спасибо большое, Артем, прошу вывести презентацию, все уже здесь отлично. Спасибо большое, здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Саидов Артем, руководитель информационной безопасности Хейотбанка. Сейчас я научусь переключать слайды. Вот, отлично. Так как не так много людей меня знают, я несколько слов о себе в области IT и ЭБ уже более 15 лет. За это время успел поработать и в консалтинге, и в банковском секторе. И сегодня хотел поделиться с вами несколькими примерами того, точнее примерами, которые я видел в реальных компаниях, когда кибербезопасность инициировала такие изменения, которые в значительной степени повлияли на ценность и зрелость организации. И вот, прежде чем перейдем к самим примерам, давайте вспомним основную цель кибербезопасности. И вот если обратимся к лучшим практикам, то основная цель кибербезопасности – это увеличение ценности бизнеса и его активов. Действительно, это очень важно, чтобы кибербезопасность подстраивалась под стратегию бизнеса, а не была чем-то там отдельным. Что такое ценность? У нее много форм, это выручка, стоимость активов, качество продуктов и так далее. Примеров таких, конечно, можно привести много, но я бы хотел сконцентрироваться на трех. Это управление процессами, управление данными и безопасная разработка. Первый пример. Как вы знаете, чтобы кибербезопасность была эффективной, ее нужно обеспечивать на всех уровнях бизнес-архитектуры. И вот если мы упростим очень сильно, то можно выделить три уровня – это люди, процессы и технологии. И часто мы делаем акцент именно на людях и на технологиях, а процессы из фокуса выпадают. При этом именно процессы являются связующим звеном, именно процессы отражают операционную деятельность организации. И вот с какими проблемами мы там сталкиваемся? Ну, во-первых, серые процессы, то есть та деятельность, которую мы не знаем. Часто из-за них и происходят инциденты информационной безопасности. Некорректное описание, которое ведет к некорректной классификации и к некорректной защите. Ну и аналоговое описание, его очень сложно автоматически как-то обрабатывать и анализировать. Что мы можем сделать, чтобы улучшить? Во-первых, нам нужна система управления. И под этой системой управления должна быть адаптированная методология. Для того, чтобы ее создать, можно обратиться к лучшим практикам. Например, Линд Сикс Сигма – непрерывное улучшение процессов. СММА – это модель зрелости, которая сейчас переросла вообще в достаточно крупную методологию. Помимо системы управления, нам необходима система. Система, в которой мы будем ввести цифровое описание процессов. То есть это в виде диаграммы. У этой диаграммы должна быть определенная нотация. Она должна быть единая для всех, чтобы было легко читать эти диаграммы. Ну и система должна быть достаточно гибкой. Мы, допустим, можем сделать так, чтобы при создании диаграммы были обязательные поля по обработке данных. Например, основание, цели, состав персональных данных для последующего контроля. Также для того, чтобы фактическое исполнение процесса и его отражение в диджитал форме не сильно отличалось, нам нужен простой флоу согласования и утверждения этого процесса. Ну и возможность привязать к процессам риски и несоответствия для последующего анализа. Что это нам дает? Для кибербезопасности описание процесса становится той точкой, где мы можем сформулировать требования. Также это именно та точка, где мы можем внедрять принципы приватности, такие как privacy by design, privacy by default и тому подобное. Если к процессу привязаны риски, и у нас есть средняя доходность по этому процессу, по одному экземпляру, мы можем сделать количественную оценку рисков достаточно легко. Ну и описание процессов – это очень важная вещь для любых проектов в сфере непрерывности бизнеса. Business continuity management, business impact assessment без описания процессов делать очень-очень сложно. Ну и для бизнеса система управления процессами становится фундаментом, на котором запускаются инициативы других подразделений, там риски, compliance, HR. Это приводит к тому, что у компаний увеличивается управляемость, прозрачность, ну и, конечно, ценность и зрелость компании в связи с этим тоже увеличивается. Следующий пример – это управление данными. С чем мы сталкивались? Ну, во-первых, часто очень отсутствует методология. Либо она не все покрывает. На самом деле крупные компании часто не знают, где и какие данные у них обрабатываются. Ну и для крупных компаний тоже актуально. Разные подразделения запускают разные инициативы, которые, между собой, практически не синхронизированы. Ну а для нас, для ЭБ, с появлением больших данных, большой вопрос соответствует требованиям. Что мы можем сделать, чтобы улучшить? Ну, так же, как и с процессами, нам нужна система управления. Мы тоже можем подчеркнуть элементы из лучших международных практик, таких как DAMA, DEMBOOK, DECAM или каких-то других. Их достаточно много. Ну и, конечно, система должна формализовать жизненный цикл данных. То есть, как мы их получаем, обрабатываем, передаем, удаляем и так далее. Еще хотел бы выделить такой момент, как введение мета-данных. То есть, это информация о данных. Например, тип данных, персональные данные, банковская тайна, данные платежных карт. Информация о целях, о сроках хранения этих данных. Ну и на основе мета-данных мы можем внедрять автоматизированные контроли. Примеры таких контролей, это как раз соответствие целям. Один из самых сложных контролей, наверняка все знают, что очень сложно удалять данные. Знать, какие данные и когда нужно удалить. Вот такие контроли тоже можно внедрять. Ну и, конечно, нам нужен такой механизм, как маскирование или скрытие данных. Что это нам дает? Ну, во-первых, эффективность защиты данных значительно повышается, потому что мы начинаем точно знать, в каких системах и в каких ролях доступна конфиденциальная информация. Также мы можем внедрить принцип, так называемый need to know, когда помимо полномочий пользователю необходимо валидное основание. Особенно актуально будет для колл-центров, когда доступны все данные клиента, но они в маскированном виде. А если поступил какой-то триггер, например, звонок, то эти данные открываются. Ну и, соответственно, требованиям регулятора в области персональных данных, как одни из самых сложных для соблюдения. Для бизнеса управление данными также становится фундаментом, на котором могут развиваться более продвинутые, более сложные инициативы. Искусственный интеллект, диплёрнинг, датамайнинг и прочее. Следующий пример – безопасная разработка. С какими проблемами сталкиваемся? Ну, сейчас часто применяют гибкие подходы к разработке agile, при этом eBay не всегда бывают гибкими, нам иногда очень сложно встроиться в эти процедуры. Также time-to-market сокращается, а уровень угроз растет. У нас все меньше времени для того, чтобы проводить свои процедуры. Ну и часто у IT и у eBay разные драйверы, то есть IT хотят побыстрее выпустить продукт, eBay хотят максимально его защитить, на это требуется время, и с этим возникают тоже проблемы. Для крупных компаний актуально большое количество команд, у которых разные подходы, разные технологии используются, и этим сложно управлять. Что мы можем сделать? Во-первых, подключать информационную безопасность на самых ранних этапах, это то, что называется shift-left. Мы можем выделять специалиста в команду разработки, чтобы, допустим, функциональное подчинение. Так как специалистов по апп-секу вообще не так уж и много, мы можем выращивать эту экспертизу внутри команд, то есть выделять security-чемпионов, проводить их обучение, мотивировать, и дальше они уже распространяют это знание в своих командах. Мы можем выделить обязательные артефакты практики. Практики мы можем подчеркнуть из таких подходов, фреймворков, как BSIMM и SMM, очень такие достаточно уже зрелые методологии, откуда можно действительно черпать полезную информацию. Ну а что касается артефактов, помимо бизнес-требований, обязательными могут быть архитектура, дата-флоу, диаграмма, модель угроз. Ну и так как времени у нас на ручную проверку не так много, у нас единственный выход — автоматизировать. И вот для автоматизации часто контроли встраиваются в виде quality-гитов в DevOps pipeline, и основные контроли — это статический и динамический анализ кода. Ну тут надо сказать, что эти инструменты надо очень тонко настраивать, иначе они дают очень много false positive. Ну и, наверное, advanced такой левел — это когда программист сам в комментариях пишет, какие у него угрозы, какие контроли он внедряет, и дальше это в автоматическом виде в итоге превращается в модель угроз. Такие подходы тоже есть, доступны. Что это нам дает? Ну, для кибербезопасности — это существенное увеличение безопасности без существенного влияния на time-to-market. Мы меняем восприятие ИБ, команды разработки, то есть теперь мы не что-то чужое, что приходит снаружи и бьет их палкой, а мы часть команды, мы с ними работаем заодно. Ну и у нас есть подходы и артефакты в производственном процессе, на которые мы можем полагаться, которые для нас важны для обеспечения безопасности. Ну, одна минута. Спасибо. Для бизнеса — это увеличение надежности продукта, увеличение качества и доверие клиентов. Какие выводы можно сделать? Ну, я предлагаю такой вывод, что если уровень зрелости в определенных областях в организации недостаточно, это не значит, что мы должны опускать руки, наоборот, это значит, что мы должны инициировать и драйвить изменения, но при этом нужно фокусироваться именно на той ценности, которую мы принесем организации в целом и вовлекать все заинтересованные стороны. Ну и, конечно, важным фактором, важнейшим решающим фактором является поддержка руководства и соответствие целям организации. Спасибо. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Мои контакты указаны на слайде. Буду рад вашим вопросам. Продолжение следует...